Музыка Меня встревожило последние дни, почему церкви пустеют, почему люди верующие слабые, что не хватает, что не хватает, куда сила делась наша, ведь мы должны наполнять землю Евангелием верующими, а этого не происходит, что случилось? И ответ я получил, прочитав Ефесянам, 5 глава с 15 по 21 стихи. Итак, смотрите, поступайте осторожно, нам говорится, не как неразумные, а как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя самих псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все, Бога и Отца, во имя Господа Иисуса нашего, повинуясь друг другу, страхи Божьим, аминь. И я назвал проповедь повеление. Бог повелевает, но исполняйтесь духом святым. Вот брат вышел, он говорит те же слова, что я. У нас один дух, мы говорим одно, мы говорим о духе, потому что он пришел, Иисус обещал и исполнил обещание. Он послал духа в мир. Дух пришел, мы его получили и остановились. Почему остановились? Кто нас остановил? Кто имеет такую власть и право? Мы, говорит вот этот стих, это мы, сами себе препятствуем, сами себя останавливаем. Это мы не живем по духу, мы живем по плоти. Хотя говорим, я живу по закону духа. Я говорю, но живу ли? Я постараюсь сегодня, как говорит Библия, испытывайте себя, вникайте в себя и в Писание, и тогда вы увидите, где вы, и что вы делаете, и как вы живете, как вы верите. Да благословите меня Господь, чтобы я донес, чтобы я не торопился, я говорил так, чтобы вам было понятно. И, может быть, вы сами себя увидите, где вы остановились, как и я, может быть, где вы должны дальше продвинуться. Как нам продолжить прославлять то, что нам дано? Прославлять Бога, прославлять Иисуса. Прославлять. Не в себе Его прятать, а выставлять Его, как исполнять Его волю, чтобы Дух, который в нас шел в мир, лился живой водой. Итак, Дух Святой – это тот, кто дал нам дыхание жизни. Мы это знаем, потому что Бог вдохнул в нас Дух. И Он может научить нас жить правильно. Он наш Учитель. Поэтому Бог дал нам Слово Божье, Библию, и Святого Духа в помощь, чтобы мы понимали эту Библию. Так, послание Ефесянам, Дух через Павла дает нам повеление исполняться Духом. Мы только что это прочитали. Не будьте нерассудительны, но познавайте, в чем воля Божья. В чем воля Божья надо познавать? Какова воля Божья для нас, верующих? Потому что это для нас в первую очередь важно. Не упиваться вином, но исполняться Духом. Вот Его воля. Легко и просто. Не с миром быть, не в похотях гибнуть, а исполняться Духом. Господь, и я этого хочу. И я этого хочу, Господи. Исполни меня Бог этим Духом. Исполни. Чтобы я тоже летел, кричал, проповедовал, евангелизировал, кого-то спасал. Ну как мне исполниться? Вот причина. Я не знаю, как мне Духом исполниться. Вот моя преграда. Я ее в себе нашел. Мы поразмышляем всеми вопросами. Почему нам нужно исполняться Духом? Что это значит, исполниться Духом? И каким образом это совершить? Начнем с деяния. 17 глава, 30 стих. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям покаяться. Это наш путь, начало наше. Всем людям покаяться. Покаяние – это главная тема наших проповедей, как верующих людей. Когда сошел Дух Святой на апостола Петра, он сказал, покайтесь и докреститься, каждый из вас, во имя Иисуса Христа, и получите дар Духа Святого. Итак, первое, что мы можем сказать о себе, сами о себе, это то, что каждый из нас, каждый, кто поверил в Иисуса Христа, кто поверил в проповеди Петра, он получил Духа Святого. Он в нас есть. Он в сердце. Вот можно искать его где угодно, а он, оказывается, в сердце вселился. Он нашел лучшее место в нашем теле. Это наше сердце. Духовное, конечно, сердце, но более уместительное. Он сотворил обитель там, и Бог пришел туда, и Иисус пришел туда, и Царство пришлось туда, небеса пришли туда. Это такое духовное сердце громадное оказалось, и оно все там, и оно все еще во мне даже. Сверхъестественный Бог. Что для Него невозможно? Да. Если же кто не имеет Духа Святого, то ты не его. Но нет в нем Духа, говорит человек. Ты же это зачем говоришь-то? Ты же получил. Ты крестился. Ты уверовал. Ты покаялся. Ты совершил всех в первые шаги. И не говоришь, что ты не имеешь Духа. Бог подарки не разбрасывает. Ты просто его не принял, может быть. Это да. Верующий говорит, я не чувствую. Значит, молись, проси. Бог даст. Мы стали храмом. Вот человек стал храмом. Удивительно звучит. Храм в Иерусалиме, храм где-то еще строится у людей там, свои места поклонения. А Дух говорит, вы теперь храм Бога Живого. Туда нужно приходить. Храм тела вашего. Я Церковь теперь Божья. Во мне Господь служит. И я Ему, и Он мне. И я, как пазлик, наполняю другие храмы. Нас миллиарды храмов таких. И мы тело Христово, наполняющим все во всем. Это Бог так задумал. Это Его идея. Может быть, кто-то не понял. Мир не понял. Он ничего не понимает вообще. А мы-то должны понимать. И раз Дух пришел, вселился в нас, то Он нас и пребывает вечно. Вот Его даже отнять у нас нельзя. Потому что Он не уйдет. Он пришел. Это Его дом. Итак, мы услышали слова Петра. Поверили, что Иисус, Сын Божий в нас распятый. Поверили, покаялись, скрестились, умерли со Христом, воскресли в своей новой природе с новым чистым сердцем. Аминь. Что нужно знать и во что нужно верить теперь? Я имею Духа Святого в себе внутри. Аминь. А что дальше? А дальше нужно понять, какой я храм? Как я работаю как храм? Вы храм, живущий у вас Святого Духа. Церковь, особенно намоленная многим местом, поклонение Богу в вас. Где вы делаете особенные вещи? Вы сдаете славу Богу? В церкви. В церкви в сердце, в церкви на земле, в церкви на небе. Мы служим в трех местах. Здесь, в сердце, здесь, где мы сидим. И там. Вместе с Богом. Потому что мы соединились с Ним Духом. Наш Дух, который соединяется со Христом, Он и пришел, и вселился, и соединил нас. Мы сидим там, посажены, потому что мы объединились. Мы стали единым. Потому что Иисус хочет, чтобы мы были одно тело. Один Дух. Он этого хочет. Мы можем не понимать, не верить, но Он говорит, мы одно. Любите друг друга, и вы будете одно. Любите Бога, и вы будете Богом одно. Любите, что вы любите, то становится единством. Люблю жену, мы с ней одно. Люблю семью, мы одна семья. Люблю церковь, мы одна. Нас объединяет любовь. И Дух Святой эту любовь в наши сердца вселяет. Вселяет. Она там живет. Итак, женщина спросила у Иисуса, где нужно поклоняться Богу. Верующая женщина, во что-то она верит, но она самарянка, но она не знает, где. И она спросила у верующего Иисуса, это пророках, учителя, где Богу поклоняться. Хороший вопрос. Потому что они говорили, в одном месте, в другом месте, в Иерусалим сходи, еще что-нибудь. Она спросила у Бога, у Христа, где мне поклоняться? И Господь ответил, настоящие поклонники, настоящие, будут поклоняться Духу, Отцу, в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющие должны поклоняться в Духе и Истине. Мы эти слова знаем. В Духе и Истине, братья и сестры, что такое Дух? Это Дух Святой. Что такое истина? Это Иисус Христос. Поклоняться нужно там, где Христос, там, где Дух Святой. Там и поклонение. Дома, на улице, на рынке, где угодно, где ты поклоняешься, там твоя церковь, там твое сердце, и там и Господь с тобой присутствует. То есть, нет определенной точки, где нету Бога. Нет места, где ты не мог бы Ему поклониться. Все остальное, нам не нужны вещи. Нужно поклоняться. Это как бы мечта должна. Я хочу сегодня поклониться с утра, днем, вечером, каждую секунду. Господь, прославляю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь, живу, дышу, потому что ты мне это дал, потому что мне хорошо, потому что мне больше ничего не волнует. Меня волнуешь ты. Где ты сейчас? Итак, нам нужно верить, что церковь – это люди, мы это знаем, что храм – это мы, мы это уже услышали. И Господь говорит, вы храм Бога живого, и каждый из вас, и скажите сами себе, я храм твой, я твой храм. Если я храм, я говорю Господу, вот сердце мое, поставь здесь свой престол, поставь здесь свой жертвенник, пусть там горит пламя мое поклонение, мои молитвы, пусть там происходит богослужение и поклонение в этом сердце, чтобы я в тайной комнате особенно радовался, что уже никто не отвлекает, а мы в этом сердце духовном вместе разговариваем, как рядом сидящие, как слушающие другу. Нас ничто не отвлекает. Мы находимся в таком общении, как муж и жена. Нету никого роднее и ближе. Это Христос и я, это Отец и я, это Дух и я, и мы в этом храме находимся, который Господь в нас поселил. Вот эта истина, она вот дана людям, чтобы просто приняли. Бывает, мы верим, но не принимаем почему-то. Трудно принять, а нужно принять. Духа нужно принять, тогда он будет внутри. Отца, Сына, Святого Духа принять, он будет тогда в нас. И не нужно будет искать, где ты, Боже, в тебе, в тебе, дорогой. Нахожусь и слушаю, а ты меня не слышишь. И разговариваю с тобой, а ты меня не видишь. Почему? Уши закрыты, глаза закрыты, и Бога ищу. Вот проблема в чем. Не там ищем. Так, откровение истину мы получили сейчас. Если вы одни и знаете, то этим и живите, братья и сестры. Что мы в вере и в истине пред Богом стоим. Каждый стоит в отдельности и все вместе. Аминь. Итак, я храм Духа Святого. Аллилуйя. Я под защитой Духа. Аллилуйя. И дьявол не подойдет. Призывай имя Христа. Говори Христу. Я являюсь храмом Духа Святого. Болезни, трудности, ситуации, немощи. Вон. Прочь. Я храм Духа Святого. Я призываю суд Божий на эти болезни, на мои проблемы в жизни. На все суд Божий да будет. Потому что я храм Духа Святого. Ничто нечистое не войдет в этот храм. Я не закрываю все двери перед этим врагом. Разрушаю любую атаку на меня, на мою семью, на мою церковь, на мой дом, на мою страну, на все, что... Где Царство Божие? На все. Дух Божий, суд Божий и его защита и покров. За мной стоит Бог и ангелы. Это армия. Она защищает и не даст меня никому. И даже если я сгорю, Бог меня восстановит. И мне нечего бояться, как не боялись ребята, которых бросали в печь. Я не боюсь, потому что я уже умер во Христе. И теперь живу в нем. И мне больше нечего бояться, потому что Бог уже спас, и я в Его руке. Я это провозглашаю. Я этим живу, я этим радуюсь каждый день. Потому что какое счастье, когда тебе не нужно умирать. Ну, умер ты уже. Ну, уже воскрес в новом понимании Бога, что ты Его дитя. И Он тебя никому не отдаст. Ни один отец не отдаст своего ребенка, который родился в Его семье, в небесной семье, в семье Бога живого. Это прекрасное место. Родиться в Его доме. Кто говорит, что я дитя Божье? Что я сын Бога? Что я сын царя? Как мы поем. Это говорит Дух Святой. Он в нас. Он говорит, «А вы и отче, папочка у тебя есть на небе». Он говорит. Он говорит в нашем сердце, кричит через Библию. Принимаем это. Принимаем Божье. Понимаем Истану. И говорим, это наши теперь слова. Это наша проповедь. Это наш путь, который мы показываем другим людям, чтобы шли так же, чтобы так же приняли, уверовали и в своей жизни доказывали, ну, как показывали, потому что люди не видят христиан. Света нет. Свет дан, а света нет. Господь, помоги явить свет. Помоги явить соль. Иногда мы боимся кого-то обидеть. Еще хуже делаем для себя и для людей. Помоги, Господь. Вот здесь нужна помощь. Вот здесь мы просим Твоей поддержки. Итак, храм принадлежит только Богу. Это первое, что мы должны знать, что храм, который в нас, он не просто наш. Он для Бога. Он ему принадлежит. Потому что Бог избрал нас для себя. Не для того, чтобы говорить, я теперь храм, я теперь это, супер, не знаю, супрамен какой-то. Нет. Храм Бога, Божий. Ему там поклоняемся. Где бы мы ни были, Бог видит меня везде. Он вездесущий, вездезнающий. И знает обо мне все. И это здорово. Прятаться не надо, как Адам. Мне не нужно ему ничего доказывать. Он все знает. Мне нужно лишь смириться, сказать, Господь, каюсь. Как всегда. Опять что-то я не так сделал. Но ты меня спасешь, ты меня очистишь, ты меня поправишь. Храм должен быть святым, ибо он не храм. У нас не должно быть суеты. А мы суетимся. Ну, привыкли так же эти суетливо. Не должно быть торговли. Мы не должны храм наполнять теми вещами, которые отвлекают от Бога. И не нужно заигрывать с грехом. Даже Люцифер греху проиграл и пал. Даже самый лучший ангел не выдержал. Пошутил с грехом. Хочу быть как Бог. Кем стал? Прахом. Мы же пришли в храм молиться и жертвовать. Хвалу Богу. Славить Его имя. Ибо Он благ и вовек милость Его. В сердце должна быть молитва. Как говорит Господь, постоянно молитесь. Постоянно молитесь. Не нужно молитву делать отче наш постоянной. Нужно молитву делать разговор наш постоянный с Богом. Мы говорим с Богом. Проснулись и говорим. Идем и говорим. Увидели больного, помолились. Идем дальше. Увидели храмового, помолились. Кто-то просил помощи, помогли. Кто-то нуждается в деньгах. Подали. И так мы целый день с Богом. И ночью просыпаемся, проповедь читаем, разговариваем с Ним, спорим с Ним, живем с Ним. Мы круглые сутки. Он с нами, мы с Ним. Вот тогда нам будет легко и просто, и светло, и чисто. И радостно даже, что как хорошо. Нету аварий, катастроф, воин. Где-то шумят они, как шум. Как вот белый шум приемник, который надоедает. Шумит он так. Но у нас мир Божий, покой Божий, радость Божья. И мы сыны Божьи. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь. Мы дети Бога живого. Ведь это... Мы слышим, но почему-то не принимаем и не до конца верим. И есть какое-то сомнение. Нет сомнений. Писание говорит на всех традициях. Бог возлюбил тебя. Бог шел с тобой. Он вел через пустыню. Он сражался с тебя. Он давал тебе заповеди. Он тебя вытаскивал из всякой пропасти. Он настигал тебя и говорил, остановись, повернись ко мне. Обратись, обратись. Он дает возможность человеку покаяться, вернуться к Богу. Просто вернуться. Всегда возвращайся. Ты блудный будешь и былый. Это не изменить. Такая природа твоя человечества. Но обратись и вернись к Отцу. И Он примет тебя. Есть время благодати, когда Господь принимает каждого человека. Всех до единого. Самый ужасный грешник спасется, если скажет, Иисус Господь мой. Иисус, моя истина, мое желание, мое спасение. Вот скажи в своем сердце, и спасешься. Кто призовет? Кто призовет имя Господа? Неужто сложно сказать, Господь, Иисус, я призываю тебя? Как тот на кресте, который рядом висел. Как люди уже не знают, как выбраться из пропасти. Как спастись? Призови имя Господа. Скажи человеку, любому, встреченному, ты призываешь Христа. Ты к Нему обращаешься. Ты разговариваешь с Ним. Так поговори. Это безумие для мира. А это радость для нас. Это радость. Это свобода. Потому что дух истины, который Бог нам дает, Он дает свободу. Он освобождает нас от всего мирского. Даже от мира освобождает нас. Говорит, вы не в мире. Вы здесь пришельцы. Временные какие-то. Пришли, ушли. И радость, что мы здесь не всегда останемся. Радость. Действительно, что нас ждет настоящий дом, в котором мы родились в Адаме. И в котором мы вернемся в Иисусе. Хороший путь. Со скорбями, конечно, между этими. И мы не хотим остаться на скорби, которая ожидает этот мир, за то, что не уверовали. Дух пришел, обличил. Не уверовали. Ну, почему? Сердце каменное. Глаза закрыты. Ум какой-то не тот, наверное. Что-то в человеке не достучаться. Но однажды приходит слово. Касается. И все каменное становится живым. Все мертвое становится живым. Воскресает. И человек, который, кажется, никогда не станет христианином, он становится проповедником, евангелистом, апостолом. Он таким становится великим. Из грязи в князи. Как? Дух Святой. Дух Святой все делает. Вот такой работник замечательного Бога, который изменить может любую проблему. И решит ее. Обязательно решит. Бог иногда создает ситуации, чтобы мы тоже заблудились как-то, может, потерялись. И поискали Бога. Помоги, Отец, помоги. И Отец посылает Духа. И приходит этот Дух. И вытаскивает. И вытаскивает. Помогает. Я Ему говорю, как псалмопевец. Дух Святой. Отец мой дорогой. Положи меня, как печать на сердце свое. Одень меня, как перстень на руку твою. Ибо любовь твою не заглушить, не затушить, не затопить. Никакие воды, ничто. Любовью вечную Бог возлюбил меня. Когда меня еще и не было, вообще ничего не было, Он возлюбил. Но до ревности Бог любит Дух, который дал нам. До ревности. И я боюсь, что любящий Отец станет огнем поедающим, станет пламенной печью для того, кто Дух оскорбил, кто Дух унизил, кто Дух не признал, кто не принял его в себя, кто отказался от этого пути. Наш Бог любящий станет гневом, и все пойдет в печь, и все пойдет в озеро. Все, что не Божье, исчезнет. Нам не нужен этот путь. Положи меня на сердце, Отец. Одень меня, как перстень, на палец. Возьми меня в руку свою, чтобы я был всегда там, где ты, всегда там, где ты, всегда и везде, всюду. Моя защита, моя опора, моя надежда, моя любовь, моя жизнь, все в нем, все с ним. Ибо Отец, Сын и Дух Святой, единый Бог в сердце моем живет и дышит, радуется, за меня радуется, за вас радуется, что мы стоим, что мы верим, что мы не смотрим на мирское, а смотрим на духовное. Мы выбираем духовную жизнь, мы выбираем жизнь в Духе, мы выбираем закон Духа жизни. Мы идем в благодать, мы идем в Новый Завет, мы его заключили, подтвердили и верим, что мы совершили правильное действие. Мы не подвели Бога. Вот каждый верующий человек, он пошел правильным путем. И небеса радуются за каждого грешника, который уверовал, который пошел в присутствие Божие, нашел там свое место. Как найти нам свое место? Мы даже в церквях не можем найти себе место. Мы в семье своей, бывает, не можем найти свое место. А нам нужно найти место в служении Богу. Это самое лучшее. Да поможет нам Господь. Самое дорогое у меня только Господь. Ему одному поклоняюсь. Каждый день Иисус в храме учит меня через Писание. Если в сердце не звучит хвала, то что-то неправильно с моим сердцем. Что-то там неправильно. Ибо в храме Его все возвещает о славе Богу. Все прославляет Бога. Небеса прославляют. Все, что мы делаем, мы делаем, чтобы прославить Его. Если сердце наше не прославляет, это самый тревожный звоночек. Сердце мое прославляй Господа. Всегда. И плотное мое сердце, и плотное мое сердце, и человеческое сердце прославляй, потому что там Дух, Он тебя изменит и сделает духовным сердцем великим. Нужно выкидывать из сердца что? Хлам, обиды, непрощение. И в храме будет только любящий Бог, только Отец. Если Отец будет в сердце, где мы его будем искать? В сердце. Если в сердце будет любовь, где мы ее будем искать? В сердце. Вот все источники. Писание говорит. В сердце нашем. И мы оттуда достаем то, что там есть. То, что мы получили от Бога. Мы от Него получили невероятное. Всю полноту Божества. Все сокровища неба. Кто это может понять, уразуметь, вместить и поверить? Кто? Верующий в Сына Божьего. Он может. И когда Господь спросит, что ты делал, живя в церкви, в плоти? Что ты делал? Я хочу ответить, что я строил духовный храм для тебя, Господи. Многие христиане, такие же, как мы, нас много-много, весь день блуждают в душе. Как в пустыне. Они ходят. Нужно сделать то. Нужно сделать то. Нужно поработать. Нужно это. Это правильно. Нужно. А где в этом месте? Где в этом дне? Поклонение Богу. Молитва Богу. Разговор, общение. Где братья, сестры? Где с ними общение? Где в этом дне? Я. В пустыне. Никого нету. Ничего не нужно делать. У меня все хорошо. Я в пустыне. Я в одиночестве. И Бог выводит на тропу общение. Он говорит, неправильно. Ведь в сердце твоим любовь. А любовь не может быть скучной. Она должна касаться кого-то. Она должна менять кого-то. Она должна нас преобразовать. Не могу сидеть, потому что брату плохо. Не могу сидеть, потому что не сказал кому-то Евангелие. Не могу сидеть, потому что нужно идти за Господом. Он сказал, иди. Идите и научите. И крестите. Как научить, если меня никто не научил? Если я никого не научил? Поэтому мы собираемся и немножко учим друг друга словами Писания, как нам жить, что говорить и что славить. Прими решение. Человеку нужно принять решение. Бог не будет за нас верить, за нас принимать решение. Бог будет помогать по решению приходить в Его присутствие, в Его жизнь, в Его семью. Прими решение. Покайся. Однажды, но всегда покайся. Откажись от своей жизни, от своих учений, от всего, что ты получил в своей жизни. Доверь все Богу. Это будет самое лучшее решение и самый лучший поступок. И крестись. В смерть Христа крестись. Я говорю с моим братом, родным. И получишь жизнь вечную. Это так прекрасно. Жить в мертвом теле и получить вечную жизнь в этом же теле. Но это уже другое тело. Это тело Господа. Преобразованное, обновленное. Рожденное свыше от Духа. Рожденное не от плоти, не от земли, а сверху рожденное. Самим Богом рожденное. Это действительно изумительное тело. Это совершенное тело Адама. Это тело дается каждому. Бог никого не обделит. Единственное условие. Поверить в Иисуса Христа. Мир не может поверить. Брат, поверь. Спасибо Господу. Что я вот 53 года не верил Богу. Говорил, что Бога нет. Открыл Библию. Написано. Безумец сказал сердце свое Бога нет. Я думаю, это же я безумец. Это же я так говорю. Надо же. Голова-то есть? Есть. Так поверь, что Бог есть. И путь спасения есть. И мир Божий есть. Другой мир. Превыше нашего понимания. Главное, у нас есть Отец. Нам всем хорошо и легко, когда у нас есть отцы. Нам хорошо, когда о нас заботится кто-то. Нам легко и просто живется. А у нас есть Отец, который позаботится обо всем. Но ничто от Него не утаится, что ты хочешь. И Он даст. И Он должен дал. И поэтому помолимся, чтобы Господь услышал наше сердце. Господь.